МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летость на «Спартаку» выробили около 25 миллионов килограммов продукции. 85% засталось на белорусском рынке, остальные отправили на экспорт. Сегодня присмаки под брендом «Спартак» продаются в крамах 25 краин света. Зараз сирот новых партнеров и Китайская Народная Республика. Для гомельского предприемства это не только поширение географии продажу, а и стабильные и выгодные умовы гандлю со стопроцентной передоплатой и разликом не в долларах, а в юанях. Даречи, «Спартак» станет первым из белорусских харчовых предприемств, которое будет принимать оплату в этой валюте. Белорусские продукты в провинции Тяньсу еще не пробовали, а лепомеркование китайских остей, кошт, якости, смак гомельских солодостей докладно сподобаются же харам Поднебесной. Мы выбрали печенье, шоколад, вафли и так далее. Они все очень вкусные. На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок, потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность. И тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями и российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке. У Чачерску работники коммунальных служб избирают у мясцовых же хоров другасную сыровину, а сумму за ее включают у жировку, что дозволяя не адренной экономить. Схема, по которой это отбывается, простая и зручная. В одном месяце, например, приняли сыровину, а в наступном одниму тяе кошта от суммы за коммунальные послуги. Пластик, битая шкла и макулатура. То, что ранее у Валеры отправлялась на сметник, теперь да помогает экономить. Суммы у квитанциях за послуги жилево-коммунальной господарки у разы меньше, а дома – шестей. Причем коммунальники сами приезжают. Узручный для его час. Когда удобно позвонил, они не вопрос, никогда не отказывают, сюда приезжают. Сумма возврата у нас получается на заводу. Вода, в принципе, помесячно нам перекрывается. Один и до чего было складано привыкнуть – гэта сортировать сметти, делится Валеры Басараб. А теперь у гэтым стали знаходить плюсы. Парадок повинен быть усюды. Особливо в ауластном доме. При гэтым девиз – позбався от сметти, а плати коммуналку. Чачерску становится все больше популярным. По таким принципам, в минулом годе коммунальники заключили амаль по сотне договоров. С початку гэтого года – ясно 20. Люди, в конце концов, начинают узнавать, что мусор можно в дальнейшем использовать, перерабатывать. Мы формируем у населения то, что сегодня можно, не затрачивая определенные большие трудозатраты, можно выбирать этот мусор. И второе – то, что этим можно возмещать коммунальные услуги. Специалисты подлечили. В среднем месяце у обычной семьи запрашивается, прикладно, 30 кг бытового смеття. У грошовом эквиваленте такой суммы целиком хапает, как обоплатить семьи выдатки на воду. Усяго за год эксперименту у Чачерску приняли от насельництва амаль 140 тонн другасной сыровины. Гэтая амаль у два разы больше, чем у попередним. Максим Савин, Ольга Холодович, телерадиокампания «Гомель» припатрымце агентства теленавинов. Дарыча, задать пытанье керавництву державного объединения жильево-коммунальная господарка Гомельской области жахары региона змогуть у пятницу 26-го лютого. У эфир выйдя интерактивная программа «Диалог». Глядите я едночасова на каналах «Беларусь-3», «Беларусь-4» у 18.50. Онлайн-трансляция будет вестися на сайте варгомел.by. Нумер телефона промога эфиру – 77-68-45. Протягиваем выпуск. Сегодня у школе мастатства у номер 5 «Гомель» отбылось урочистое мероприемство, примиркованное до дня оборонцов Айчины. Организаторы свята – военный комиссариат Гомельской области и администрация Чугуночного района областного центра. У гэтым годзе означается 98-я годовина створения Узбройных сил Республики Беларусь. На святочном мероприемстве собрались представники воинских частей Гомельского гарнизона, органов мясцовой улады, громадских объединений, які активно займаются военно-патриотичным выхованием подрастающего поколения. Як было значено, подчас мероприемства сёне Узбройные силы Республики Беларусь – гэта самостойная организаційная структура, якая увабрала ўсё лепше у военной навуцы Союзной Дзержавы. День оборонцов Айчины – гэта всенародная свята. Пача 46-го сходу был зачитан и святочный загад начальника Гомельского гарнизона, уручаны подарунки, памятные медали и знаки за плённую працу. Хочу пожелать самое главное – огромного здоровья, счастья в личной жизни и мирного нема над головой, которое мы военнослужащие, мы офицеры обеспечим. Суместное обучение супрацовника у Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь и Гомельского дайвинг-центра отбылись сёня на одном з озёра у Гомели. Кожны с боков отпрацовываў свои дейнни – вратавальники на лёде, дайверы под водой. Змесца падзей – Яуген Пабалавец. Идея суместной работы службов з'явілася год тому. Спочатку отпрацовывали суместные дейнни на так званой «закрытой воде» у басейне. Зараз вырешэлі спрацаваць на открытым водоёме. На двор ей поводзены на льду Жихароў областного центра штурхайць да больша актывна работа ў гэтам Накерунку. Во-первых, ухудшение погодных условий. Во-вторых, тонкий лёд именно в этот период года. Очень много у нас и рыбаков, скажем так. Поэтому именно погружение, поиск людей, и спасение людей на водах актуальна сейчас тема для наших спасателей, а также обмен опытом с дайвинг-центром, дайверами. Это сможет применяться в дальнейшем для проведения работ каких-то, правильно? А также, если это поможет в дальнейшем при спасении людей и при поиске людей. Вартовальники отпрацавали розные профессийные задачи. Гэтай вытягування потярпелага з воды и перевозка палёдзе на спецмашыне чалавека, які не може самостойно выйзти на бераг, а так само вартовання потярпелых з другого берага по открытой воде. Дайверы отпрацовывают самое важное для своей деяности – правила бяспеки и адаптацию до экстремальных умов. Пакули гэтай шиньи инструкторы, студенты, а линию забавы може здараться так, што довядеться да помогать и профессионалам. Гомельске дайверы до гэтаха готовы. Мы, как инструктора, и я, как инструктор, конечно, откликнусь в любой момент, полезу, скажем так, спасать людей. Тут вопросов нет, потому что я профессионал, курс-директор, инструктор и так далее. Что касается наших студентов, конечно, если какие-то экстремальные будут ситуации, то они откликнутся, да. Абот в Абаке означает, што суместное вучение такого кшталту узбагачает вопытом усих. Вратовальников по их непосредной службе, дайверов, умэтах поляпшэння далейшей подрыхтовки. Уже сё лято плануюцца выезды подкрыты водеу Беларуси, России и Махчыма Норвегии. Явген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». До инших тем. Як правильно подобрать вясельный убор, прычёску и макияж? Знасти профессийного фотографа, ведучего и декоратора? На это и многие иншие пытания, которые хвалуются подчас подрыхтовки до урочистости, можно было отримать отказы на другой региональной специализованной выставе «Вясельный Гомель-2016». У модных тенденциях этой индустрии разбиралась Вероника Ворошилина. Подрыхтовка до веселья безумовно процесс радостный и незабылный, альён по трабу и немалых сил и часу. Каб полегчить гэтэ и бесконцые пушики, стумные поездки и сустрэча, галовная продемонстровать самый широкий пиролик отповедных товаров и послуг одразу в одном месте, была организована другая региональная специализованная выстава «Вясельный Гомель-2016». В прошлом году был очень замечательный старт, и в этом году логическое продолжение на том же уровне, с таким же большим посещением наших уважаемых горожан и гостей нашего города. Ну и, естественно, с радостью экспонентов, которые предоставляют услуги, товары, всё, что касается свадьбы. Выстава объеднала представников весельных салонов и айенствов, кондитерских майстернях, а так самолепших ведущих, фотографов, декораторов, визажистов и инших специалистов индустрии. Усеяные мкнулись и допомогчин-аведовальникам отказать наголовные пытания, как наименьш затратно и наибольшеведовищно организовать свою идеальную рачистость. Знайомили присутных за пошними тенденциями весельной моды и давали им слушные парады. Свадебная фотосъемка – это такая работа в команде. Должны работать все и молодые, и фотографы. Заранее всё оговаривается, все детали, вплоть до того, какого цвета должен быть галстук, чтобы он лучше выходил на фотографии. Зараз молодые пары у Сючастей отдают перевагу выездным фотосесиям. Их мкнуться организовать упривожим малявничим местом, якое дозволить левше адлюстровать на здымках пяшчотные эмоции. Выездные регистрации так само не губляют свою актуальность. Одным из самых отказных моментов у их организации изъявляется оформление. У Сючастей заказчики керуются принципом «просто и с густом». За выходом от усяго штучного и ставкой на натуральное. Мероприемство супроводжалось арт-показами святочных уборов, мейстер-классами по створению в образовне въезд, текавыми розыгрышами, конкурсами и творчими музычными выступлениями. Выстава «Весельный гомель-2016» зараз мой региональный статус. Однако, глядяши на ее масштабность за потребованность и текавость сбоку же хоров организаторы мают намер в будущем поступово поширать и о емеже. Я думаю, что для того, чтобы встать на ноги, нам третьего раза хватит и потом обязательно мы будем завоевывать уже в целом Беларусь. Город Гомель всегда был, может, негласным, но все-таки культурной столицей нашей республики и мы обязательно наш свадебный мир сюда подтянем. Вероника Ворошилина, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». Телерадиокомпания «Гомель» совместно с управлением адукацией Гомельского Аблова-Канкама проводит телевизионный конкурс ведущих детячих передач «Юная телезорка». На минулых выходных отбылся первый кастинг проекта. Усе подробности в материале Светланы Князевой. «Юная телезорка» проект, правда, масштабный. Под час его реализации с дымочной бригадой телерадиокомпании «Гомель» доведется побывать в каждом районе нашей области и областного центра. Мета – отшукать столиновитых юнаков и девчат 10-15 годов, які стануть ведущими детячей передач в новом телевизийном сезоне. Перший кастинг отбылся на минулых выходных и он пройшел на базе Гомельской средней школы номер один. Члены жары оценивали артистизм, узровень выканавчика мастерства, умение импровизовать, ширость, фотогеничность и дыксию школьников Новобелецкого района Гомеля. Перший тур конкурсу являясь обоих кастинг, які продуглеживая рассказ удельников про себе, демонстрацию творших сдольностей. Удельники повинны быть готовы до виконання верша, урылка прозы, отказа на питанье членов журы. Очень симпатичная есть парочка девочек, которые очень естественны, вот, знаете, не такие неделанные, неприготовленные как-то. Мне не всегда нравится культура одежды. Не продумываются совершенно, что в балетках не выходят на сцену ведущий. Увесь напал эмоций назираўся за кулисами, а пошні штрихи у подрыхтавцы в образов, да помога один одному в групповое чатанне скороговорок. Сдаеца, удельники продумали усе и подрыхтаваліся як след. Ну, мы сюда пришли для победы, я считаю, сделали для этого все необходимое, ну, а там уже жюри пускай принимает решение, в любом случае с собой мы доволены. Члены жюри отзначили цікавые образы юных конкурсантаў непадробные эмоции і живы інтарэзда выкананне ролі ведучага дзятячай перадачы. Сярод тых, хто з долю узвернуць на сябі увагу, 10-ти годовая Валентина Грамыка. Дзятчынка займаецца танцамі, вокалам і плаваннім. А как ты считаешь, какой должна быть ведущая детская передача? Конечно же, веселый, добрый и отзывчивый. Другі кастинг-проекта отбудзіцца 5-го сакавіка у Гомельской середній школі номер 25. На яго чакаюць навучэнццаў школ усяго чугунышнага района Гомеля. Светлана Князева, Дзмитрий Радзянка, телерадуе компанію Гомель. У обласным центра отбулось і адкрытое сабістокамандное першинство гэта другі этап спортывнае военно-патриотычныя гульні за Беларусь вучыся перамагаць, якую праводзіць городськое кадэцкая вучыліща. Спаборніствы прысвечаны Дню абаронцаву Айчыны і узброэнных сіл Республіки Беларусь. Спартывнае военно-патриотычныя гульня за Беларуся вучыся перамагаць ўключае трогбор и стральбу с пневматычной винтуки и комплексные спаборніствы. Уделу сё ледніх стральбах праняли навучэнцы кадэцкага вучыльща, ліцея МНС і военно-патриотычных класаў Гомеля. Усягу девять команд. Свою трапнасть яны демонстравалі ў положэнях стойчы, с калена, сідячы за столом. Страляли хлопцы за днольковой дистанціей, але их мишэні адрозніваліся по померы і конфігурації. На думку організатору, военно-патриотычна гульня дозволяє подлеткам підтягнути его физичну подрыхтолку, навучиться працювати у команди і завісти нові знаємства. Соревновання, безусловно, приносять большу пользу. В першу очередь, вони учат духу сплочення. Це взаємосвязь между военно-патриотическими класами і кадетським училищем. Ми не тільки здесь стреляли, но ми успели і поіграти в игру діти нового поколення, і за круглым столом обсудить те насущні вопросы, які волнують военно-патриотичніх класів, і нас кадетів, і ліцеїстів. По вініках споборництва визначені переможців у особистих і командних заліках. Я не отримали дипломи, грамоты і узнагороди від военних комісарів Гомельської області. Другое місце у агульнокомандному заліку по стральбі з пневматичній винтовки заняв лице МНС. На третій і першій приступках п'єдестала п'янулися команди Гомельського Городського Кадетського Вучилища. Всі команди настроились на победу, до последнього боролись. Волнення було вначале, а потім вже прошло. Ми дуже раді, що ми побігли. Помогло побіг це командне единство, всіх сосредоточенність. Вероні Коварашилина, Ганна Коваліва, Дмитрий Радянко, Михайло Рабкоу, телерадиокомпанія Гомель. На цьому по кулюсь все. У студії працювала Наталья Гнатєнка. Доброго вам вечора і до нових зустріч у ефірі.